Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и личных достижениях. В День здоровья в Рязани стартовал областной социальный проект «Урок футбола». Рывок-толчок на днях зал сельхозуниверситета в очередной раз принял открытый чемпионат города по тяжелой атлетике. Путь мягкости или поддаться, чтобы победить? Все, что вы хотели узнать о рязанском дзюдо. Рязанская «Звезда» провела заключительный контрольный матч перед возобновлением первенства России по футболу среди команды второй лиги «Зоны Центр». Во вторник на выезде она взяла верх над выступающим на Западе футбольным клубом «Коломна» со счетом 2-0. Команды уже встречались 26 февраля, тогда «Звезда» также победила со счетом 2-0. А на днях оказалось, что рязанские футболисты умеют не только играть в футбол, но и подавать пример подрастающему поколению. 7 апреля во Всемирный день здоровья стартовал областной социальный проект «Урок футбола». Старт проекта был дан в средней общепризывательной школе номер 3 города Рязани. Игроки футбольного клуба «Звезда» провели мастер-классы и товарищеский матч для учеников 5-7 и 10-11 классов, судила которой единственная в Рязанской области арбитра в FIFA Ксения Горячева. Матч завершился в ничью со счетом 3-3. Министерство спорта, регионный футбольный клуб «Звезда» планирует сделать подобные встречи традиционными. Как вам сегодняшнее мероприятие? Клево. Приятно, что приходят такие звезды по этому маршруту Рязанского. Вообще, очень интересное мероприятие. Вот, в серверке так не походят. Я не припомню, что у нас в школе что-нибудь такое было раньше. А давно футболом занимаетесь? Мы не занимаемся, мы просто играем. Я занимаюсь уже около 3 года. А мы просто играем. Ну, мы с ним просто играем тоже. Сегодняшний день он вас подвигнет на какое-то более сильное стремление к спорту. Почему бы и нет? Да, наверное, да. Эдохновит. Напомню, что в апреле возобновляется розыгрыш чемпионата России по футболу среди команд второй лиги, а в которой как раз и выступает «Рязанская звезда». Кстати, футболисты недавно вернулись с учебно-тренировочного сбора, который они провели в Турции. Там они сыграли несколько контрольных матчей. Спортсмены остались довольны уровнем игры, командным взаимодействием и своими функциональными кондициями. У вас скоро чемпионат, да? Как ваш собственный настрой? И вообще готовы уже к труду и обороне? Да, конечно. У нас было 3 месяца подготовки. Провели сборы в России, за границей. То есть будем готовиться к играм, к боевым как-то. Сбор прошли успешно? Да. Владотворно? Да, конечно. Мы готовы к чемпионату. Приходите на трибуны, поболейте за нас. «Рязанская звезда» закончила осенний отрезок отечественного чемпионата на мажорной ноте. 31 октября 2013 года в упорной борьбе наши футболисты смогли одолеть команду премьер-лиги «Краснодарскую Кубань». Рязанская звезда на данный момент находится на 10-й строчке турнирной таблицы. Сильные болевые люди, тяжелоатлеты похожи на настоящих сказочных гигантов. То, как легко они поднимают тяжеленную штангу над своей головой у многих вызывает настоящее восхищение. Наша съемочная группа не стала исключением. Восхищались. На днях зал сельхоза университета в очередной раз принял открытый чемпионат городом по тяжелой атлетике. В чем особенности сегодняшнего турнира? Сегодня к нам на турнир приехала выступать команда Московской области, в составе которой есть девушка, мастер спорта международного класса, обладательница Кубка России. Очень сильный человек, очень техничный, показала красивую технику и была украшением турнира. Ну, не только она, еще несколько девушек выступали сегодня. Это наш рязанский мастер спорта Пулешова Ольга, а также девчонки из Московской области. Они очень здорово сегодня выступили, показали хорошие результаты. Так же, как и наши ребята. Рывок толчоком, славятся силы и богатыри земли русской. И с такими уж точно, как за каменной стеной. Вот и на соревнованиях наши парни не подкачали, показав высший класс и недюжие физические возможности. А в планах на будущее, конечно же, не на последнем месте спорт, ведь он на всю жизнь. Потихонечку прибавлять и по мере возможности тренироваться, пока есть такая возможность. Пока еще растут силы потихонечку, медленно, но уверенно. Хочу минимум лет 10 еще позаниматься. А вот сами детишек тренировать не хотите в будущем? Ну, нет, у меня дочка, я не хочу, чтобы она тяжелоатлетикой занималась. А почему не хотите, чтобы ваша дочка занималась тяжелоатлетикой? Считаю не женским видом спорта. Хотя сегодня наступали достойные девчонки, мастера, даже вот международница приехала с Москвы. Достойно поднимает, красивая техника, много силы. В общем, замечательно. А девчонки действительно достойные, а заодно красивые и женственные. А еще общительные и абсолютно не согласны с тем, что тяжелая атлетика – не женский вид спорта. Как сегодняшнее ощущение от соревнований, от участия? Соревнования для меня всегда праздник. Сегодня сработала я хорошо, на 6 подходов, довольна результатом своим. Сейчас, конечно, тренируюсь гораздо меньше, чем в студенческие годы. Работа, ребенок, но все равно доставляет огромное удовольствие. И показываю, надеюсь, пример молодежи. А как вообще тяжелоатлетика в жизни пришла? Такая хрупкая, красивая девушка и тяжелоатлетика. Мама, мастер спорта, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, силовой тройбори, тоже упражнение со штангой. Мама начала заниматься, и я за ней вслед. Только классическим видом, уже тяжелоатлетикой. То есть, по крайней мере, не было такого, чтобы там родители отговаривали, да, говорили, что ты же девочка? Нет, ну, мама сама спортсменка, брат, мастер спорта, родной. Так что семья спортивная, никто не отговаривал. Даже бабушки и дедушки были за мной. Здорово. А вот в жизни вот это пригождается? Уверенность в себе, поддержание хорошей физической формы и дисциплинирует спорт. Вы сказали, что вы мама мальчика, девочка? Девочка, пятый год. Как думаете, будущее спортсменки? Ну, пока рано говорить. Наш вид приходит с 10 лет. Сейчас пока начну я в какие-то спортивные виды или там танцы, ну, чтобы физическая какая-то активность у нее была. Вот, а потом будет видно. И как сама решится. Буквально на днях тяжелая атлетика вошла в базовые виды спорта. И теперь, как перед рязанскими спортсменами, так и перед будущими, пока еще совсем маленькими, откроются новые перспективы. Тяжелая атлетика стала базовым видом в нашей области. На этой неделе принято решение о том, чтобы здесь, в стенах сельскохозяйственного университета, была вновь открыта секция тяжелой атлетики. Много лет она раньше работала, но потом был небольшой спад. Теперь мы надеемся, что со следующей недели начнет действовать секция. Поэтому мы зовем всех школьников, студентов, прежде всего, самой академии, университета, приходить, заниматься спортом. Тренера ждут. А еще теперь планируется проводить не только областные соревнования в Рязани, но и соревнования зонального масштаба, центрального федерального округа и, конечно же, открыть еще несколько спортивных залов, воспитывающих богатырей. В тяжелой атлетике побеждают только самые сильные. А вот начать и заниматься никогда не поздно, так что штанги в руки и вперед. Для начала в спортзал, ну а потом к победам. В нашей прошлой программе мы пообещали, что будем рассказывать любителям спорта о тех олимпийских видах, которые вошли недавно в региональный перечень базовых видов спорта. Напомню, что таких олимпийских дисциплинов в нынешнем списке 12. Сегодня на репортаж о рязанском дзюдо. История рязанского дзюдо началась в далеком 1978 году, когда на базе школы милиции были созданы первые группы по дзюдо для детей и подростков города и открытое отделение дзюдо на базе Дюш номер один. В 1990 году для развития дзюдо по приглашению Рязанской областной федерации приезжает тренер-преподаватель Еремин Леонид Федорович и его ученик Губанов Василий Николаевич. С этого момента и начался взлет рязанского дзюдо на международном татаме. Наши спортсмены регулярно входят в сборную страны и участвуют в крупных представительных турнирах. Например, в начале апреля в Тюмени прошло первенство России под дзюдо. Это главный молодежный турнир среди ближайшего резерва сборной страны. Рязань представляли четверо спортсменов. В отличие от мужской части команды, порадовали своих болельщиков именно девушки-дзюдоистки. Воспитанницы дюшор Камета Анаит Аршакян и Надежда Ромашкова стали призерами, завоевав бронзовые награды. Завоевать, конечно, всегда очень сложно. Мы год готовимся к этому турниру. Сначала отбираем соперницы России. И так как я последний год до 23-х борюсь, это было очень сложно и ответственно, наверное, скорее всего. Ну, главное было в пятерку, ну, в сборную России попасть. Конечно, лучше. Вот результат, третье место. Боролась в шесть схваток. Сложные были каждая сама по себе сложная. Ну, самое тяжелое, я думаю, все-таки за третье место. У нас была такая жеребьевка, то, что у меня досталась самая такая тяжелая подгруппа, все самые сильные соперницы. И первую схватку я попала на девочку старше меня, ну, на три года она старше меня. И я ей проиграла первую схватку, ну, с небольшой проигранной оценкой Юка. Вот, и поэтому, чтобы дальше как-то продвигаться, мне надо было, чтобы она прошла до полуфинала, тогда я только буду утешаться. Ну, она проходит до полуфинала. Я утешаюсь. Прошла три утешительных встречи. И потом самое, ну, наверное, сложное, это, конечно, за третье место надо было настроиться, собраться. Выиграть не просто, чтобы выиграть, а красиво выиграть, достойно, чтобы потом все гордились, порадовать своих тренеров. Теперь рязанские дзюдоистки вошли в состав сборной страны, и у них появилась возможность поучаствовать в международных соревнованиях. Теперь у нас дзюдо так, что кто попал в сборную, им дают три международных турнира, по которым они набирают рейтинг. И на первенство Европы, на первенство мира еще не факт поедет первый или второй номер, может быть, поехать и третий. Так что наша задача сейчас готовиться к международным этим турнирам, потому что за границей другая борьба. Не каждый спортсмен, кто борется здесь, в стране, хорошо может себя показать там. И есть все шансы у наших девочек все-таки попасть в сборную и на Европу, в сборную выступить на первенство Европы. По словам тренеров, те спортсмены, которые входят в элиту российского дзюдо, большую часть года проводят в тренировочном лагере в Анапе. В Рязани они бывают нечасто. Впрочем, на этот раз в комедии тренировались сразу два сборника. Мастер спорта тяжеловес Андрей Волков и бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в категории до 81 килограмма Иван Нифонтов. Из-за травмы и операции он провел почти 8 месяцев без борьбы. Сейчас, по его словам, он готовится к очередному олимпийскому циклу. На самом деле форму набираю, в принципе, наверное, уже на 95-90% в полную силу работаю. В ближайшее время мы готовимся подобрать такой всероссийский, наверное, какой-нибудь турнир, чтобы отбороться, просто провериться, потому что 8 месяцев не боролся. А вообще планы, получается, с лета начинается олимпийский рейтинг и начать набирать очки к Рио. Так что цель набрать как можно больше очков и попасть в Рио-де-Жанейро. История дзюдо насчитывает уже почти полтора века. В 1882 году в токийском буддийском храме Эйсёдзе молодой японец Дзигора Кана основал школу под названием Кадакан. Сам мастер говорил, что дзюдо – это стиль жизни и состояние души, это мысль и творчество. Занимаясь только техникой, забываешь о сущности. Черный пояс – это результат совершенствования техники, но еще не факт совершенствования души. Дзюдо было сформировано на основе древней системы ведения борьбы без оружия дзюдзюцу или искусства мягкости. Мастера дзюдзюцу отличались не столько физической силой, сколько удивительной ловкостью тела. Поэтому сейчас в секцию под дзюдо тренера набирают совсем юных ребят. Когда дети приходят, они не начинают сразу бороться, они не начинают сразу делать броски. У них очень много подготовительных, они год, два, три, где-то самые простые элементы борьбы, где малая вероятность получения травмы. Больше люди могут получить травмы на улице, упал, спотнулся на велосипеде. А когда ребенок пришел заниматься, мы их учим падать, мы их физически развиваем. Наоборот, дети развиваются физически, у нас хороший коллектив. И от этого только, я думаю, у них и в школе даже лучше учеба идет. Ну и для родителей, когда ребенок занимается в спортивной школе, Олимпийской резервой, когда она известна, и когда у нас есть наши чемпионы, на кого можно бороться, пример. В такой школе, я думаю, любой родитель должен отдать ребенку, и не должны сомневаться. Так же, как практически и в любом другом виде борьбы, дзюдо могут заниматься и девушки. Надо сказать, что современное дзюдо, как и многие виды восточных единоборств, развивается под бум направлением. Это традиционное, представленное кадокан дзюдо и рядом других школ, а также спортивное, которое входит в программу Олимпийских игр. Если в спортивном дзюдо большой акцент делается именно на соревновательную составляющую, то в традиционном внимание уделяется способам самообороны и философии. Также надо сказать, что техника дзюдо была положена в основу современных стилей единоборств, в том числе самбо, бразильского джиу-джитсу и айкидо. Однако популярность мягкого искусства от этого меньше не становится. И на этом пока все. Всего вам самого наилучшего. И пусть и всегда в сложных ситуациях у вас открывается второе дыхание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА